В Спасском соборе Кирова представлены мощи четырех святых, в том числе самой Марии Магдалены, последовательницы Христа. Об этом и не только сегодня может узнать любой посетитель храма. В церкви с недавнего времени проходят экскурсии. Чем они интересны, как попасть туда и сколько это будет стоить? Все подробности у Дмитрия Житарчука. Изначально храм был деревянный, это был город Хлынов и стоял храм не совсем на этом месте. Каждое воскресенье после второй литургии примерно в 11 утра прихожанка Спасского собора Ольга Пляскина примеряет на себя роль экскурсовода. Опыт пока небольшой, экскурсии в храме при ее участии были организованы лишь в середине июня, но уже пользуются спросом. Мало кто знает, что только здесь в Кирове размещены частицы мощей, известных всем верующим святым, к примеру, святой Матроны Московской. Матрона помогает во всех делах. К ней обычно приходят по каким-то в основном мелким бытовым нуждам, но из которых состоит вся наша жизнь. Мало ли кто-то нам давно долг не отдает. К Матронушке идешь, Матронушка помогает. Соответственно, после такой экскурсии не только об истории храма и вятки узнать можно, но и куда свечку с той или иной просьбой ставить нужно. Кстати, здесь же находятся и мощи Марии Магдалины, той, что была последовательницей Христа и лично с ним общалась, рассказывают здесь прихожанам. Кстати, на экскурсии тут уже побывали десятки кировчан и гостей города. Не было еще ни одной экскурсии, чтобы кто-то ушел недовольный. Все благодарят и даже говорят, что я не знала, что так будет интересно в церкви, потому что на самом деле история наша, она намного дольше, чем начиная с 1917 года, откуда мы все родом, можно так сказать. Бесплатная услуга пользуется спросом. К слову, пока бесплатная, возможно, со временем здесь будут брать небольшие суммы пожертвований за экскурсии. Но вопрос этот здесь пока еще не обсуждали. Говорят, решение это будет добровольное, не понравится, можешь не платить. И, конечно, ждут всех желающих каждое воскресенье после второй литургии примерно в 11 часов утра. Дмитрий Житарчук, Даниил Кочкин, Бюро новостей, Давича.